В честь профессиональных праздников глава районно традиционно проводит приемы лучших представителей чествуемых отраслей. На днях Роман Синеговский пригласил на встречу передовиков отрасли социальной сферы, которые свой праздник отмечают в начале июня. Бескорыстие, милосердие и самоотдача – это три кита, на которых строятся все принципы работы, важные для тысяч людей сферы социального обслуживания населения. В Славянском районе пять подобных учреждений оказывают различные услуги населению. В них работает более 700 человек. Во всей сфере соцзащиты задействованы люди разных профессий – от соцработников до медицинского персонала, педагогов и психологов. Ведь подобная помощь от государства нужна людям разного возраста и достатка. Слова большой признательности за труд выразил приглашенным на прием глава района Роман Синеговский. Мы считаем это очень важной работой, потому что чем больше поражаясь, больше понимая, что помощь нужна малым детям и помощь у нас старикам. И кто, как не вы, вы заботитесь и о наших малышах, и вы также заботитесь о наших стариках, о тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Люди, с которыми вам приходится работать, они тоже очень разные. И тут, наверное, тяжело и психологически, тяжело и физически, тяжело-тяжело-тяжело-тяжело. Но, поверьте, очень нужная ваша миссия. За это вам большое спасибо. И всех вас поздравляем с праздником. Присоединился к поздравлениям и председатель районного совета депутатов Григорий Литовко. В этой отрасли могут работать только и долго работать люди огромной души. И психологи, и педагоги, потому что у вас такая категория. И многодетные матери, и старики, и инвалиды. Это люди, люди, которые могут быть обычной судьбой. Вы находите в себя, к ним нужный подход, угодаете им каждый день. Порой, я вот всегда говорил, вы даже ближе родных бываете там, на этих местах. Встреча получилась очень душевной. У гостей была возможность задать первому лицу района все интересующие их вопросы. Завершилась встреча традиционным вручением благодарственных писем лучшим соцработникам района за ответственное отношение к своему труду. В числе награждаемых были представители Славянского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Комплексного центра социального обслуживания, специалисты которого есть в каждом, даже самом небольшом населенном пункте района. Дома-интерната для престарелых и инвалидов, работники центральной бухгалтерии учреждений социального обслуживания и отдела назначений и выплат социальных пособий, субсидий и компенсаций управления соцзащитой населения. Сегодня была очень хорошая трогательная встреча. Встреча традиционная. Ежегодно глава района принимает лучших представителей отрасли. Это представители всех наших учреждений. И детского нашего центра, и социально-реабилитационного нашего центра для несовершеннолетних детского. Это нашего дома-интерната и комплексного центра социального обслуживания. На встрече присутствуют представители управления социальной защиты населения. То есть все лучшие представители отрасли сегодня встречались с главой. В отрасли не могут работать случайные люди. Они просто здесь не работают. Потому что если сопереживать и работать каждый день с нашими населениями, то мы видим, что за каждым стоит определенная проблема, за каждым человеческая боль. Как всегда я говорю, что благополучные люди и те люди, которые самодостаточные, можно так сказать, они редко обращаются к нам. Конечно, в нашей отрасли это в основном те, кто в ней нуждается. Поэтому это милосердие, душевная теплота, это самоотдача, это трудолюбие. Но это те качества, которыми отвечают социальные работники. Я хочу назвать их таким общим словом – социальные работники. То есть все мы социальные работники, которые какую-то толику нашей души несут нашим людям, жителям нашего района. Помогать, оберегать, стоять на страже, своевременно выплачивать – это наша основная задача. Мария Клемова, Георгий Калинин, программа «События».